Ава, народ, с вами Анестезия, мы продолжаем проходить игру под названием Челси. В прошлой серии я знатно тупанула, когда сказала про то, что типа я не могу убавить звуки еще больше, но на самом деле это не так. Я совсем забыла про такую чудесную вещь как микшер, и сегодня я поколдовала там немножечко, и все заработало. То есть я все-таки смогла убавить звуки этой злосчастной игры, и возможно теперь вы слышите меня гораздо лучше. Так вот, хотя я вроде бы как старалась, проверяла запись, все вроде было хорошо. Давайте теперь сходим за нашей Челси, которую он видел в прошлой серии, проходящей на север. Тут, кстати говоря, можно сохраниться. Да-да-да, нелюбимую Челси. Что там у нас тем временем в инвентаре? Ключ Даниэля. Я так подозреваю, что апартаменты находятся где-то в этой части города. Нам много можно куда пойти. Можем сходить налево, можем сходить вперед, можем по мостику пройти. Это очень хорошо, потому что в предыдущей серии я не особо знала, куда мне идти, чего. Я рад, что таких вещей на самом деле не существует. Горгульи? Откуда ты знаешь? На воротах трехзначный кодовый замок. Ясно, нам не сюда. Придем попозже. Надеюсь, эта загадка окажется не такой сложной для моих мозгов. Давайте тогда сходим направо. Мне интересно, что там на этом мостике. А? Ничего, что ли? В смысле? Кстати говоря, у девки можно было забрать ведро. А, наверное. Потому что я не знаю, для чего еще нам открыли ту дверь. Наверное, ей нужно что-то принести. Туда ты можешь сходить? Нет. Можно, наверное, воды набрать в это ведро, если мы когда-нибудь его отберем. 301. Не открывается. А у нас какой номер ключа? Ключ от моего старого дома. Квартира 102. Квартира 102. Ладно, сейчас будем искать. Я так смотрю, тут много домиков. 302. Скорее всего, хотя тут и много домиков, войти можно будет не во все. О, колодец. Сколько мест с разом открылось. Просто капец. Колодец, ведро отсутствует. Там слишком темно. Использовать фонарик. Возможно, в колодце надо набрать. Кольцо. Оно на дне этого колодца. Как я собираюсь вытащить его оттуда? Я же говорю, забрать ведро у той девки. Давай пока тут пройдемся. Возможно, нам надо будет заглянуть в квартирку в нашу. Я так подозреваю, что вот это наш дом. Угу. Все разбросано. Ты не забирал свои вещи отсюда? А, моя старая квартира. Выглядит именно так, как я ее оставил. Какое ностальгическое чувство. Интересно, оставил ли я здесь что-нибудь полезное? Полки заполнены старыми комиксами. У меня на полу больше одежды, чем в шкафу. Да уж. Моя старая игровая консоль. Я скучал по этой штуке. Посмотрим, во что играл в последний раз. Эээ. А. Понятно. Мда, у меня точно был странный вкус в играх. Может, у тебя дома есть комикс, который нужен той девке? Моя старая стиральная машина и сушилка. Они пахнут немного сыростью. Не хочу заглядывать внутрь. Моя старая... Да-да-да-да-да. Новенькая лампа, которую мой брат отдал мне на мой день рождения некоторое время назад. Интересно, как у него дела? Челси нарисовала это для меня. Как мило. Ну, выглядит квартирка вполне неплохо. Не сейчас. Выглядит хорошо. Я уже принял душ сегодня. Ну ладно. У меня ощущение, что он из этого города никуда не уезжал. Просто он что-то забыл. Я так и не научился готовить. Никогда не был во всем этом... Никогда не был хорош во всем этом приготовлении. Я почти не пользовался кухней. Ничего полезного. Я помню, как впервые пригласил Челси на ужин. Я сжег половину еды, и в итоге она приготовила нам обоим ужин. Это был также первый день, когда я использовала слово на L. Ха-ха. Типа я тебя люблю? Не знаю, стоит ли нам сохраняться, и я даже не понимаю, зачем мы сюда пришли, потому что тут ничего нет абсолютно, мы ничего не взяли. И он не хочет ничего брать. Понятно, ладно. Тогда пойдем в школу, я думаю, что... Нам еще нужно там прогуляться. Или проверить хотя бы эти дома. Может быть, в какое-то из них можно будет зайти? А то что они тут стоят-то? Не открываются. Вот плохо, что он не может бежать. Это очень плохо. Мои родители говорили мне держаться подальше от этого дома, когда я была ребенком. У меня плохое предчувствие. Давай войдем. Все равно сохранялись. Тьфу, мой фонарик не работает. Батарейки сломались? Ну, думаю, мне все равно стоит осмотреться. Здесь может быть что-то важное. От этого места у меня мурашки. Ё. Ребят, мне уже страшно. Тут сейчас будет какой-нибудь скримак, я не хочу. Я лучше убавлю, пожалуй. Какого хрена? Темно, темно, темно. А как ты собираешься осматриваться реально? Если твой фонарик тут просто не работает. Ой. Что это такое? Я с трудом могу разобрать форму. Да ладно. Почему мой фонарик должен был сдохнуть в такой момент? Может быть, батарею просто нужно немного переместить. Вот так вот. А что это такое? Пластинка? Виниловая пластинка? Какого хрена? Нет. Здесь больше никто не живет. Найдена винила. Ё. По мать. А что мне надо было сделать-то? Ага. Это было страшно. Возможно, этот сейв тут для того и существует. Чтобы мы могли в случае чего быстренько в этот домик пробраться. Какого хрена? Как я должна была от нее убегать? Наверное... Наверное, как-то надо было быстренько свалить. Тут у нас просто... Здесь слабый запах железа. Кровь? Наверное. Темно. Я так понимаю, нам только виниловая пластинка и нужна. Тут больше ничего нет. Помимо. Серьезно, где нам прятаться? А, здесь можно обойти, да? Хорошо. Давай тогда встанем справа. Справа. Да блин! Ее просто тупо не видно, понимаете? Но, наверное, в этом весь и прикол. Я так подозреваю, что нам надо будет как-то ее взять все равно. Но это будет очень муторно. Потому что он не умеет бегать. К тому же я нихрена не вижу. Может быть, даже стоило просто встать слева от пластинки. Тогда ее будет заметно. Правильно? Да. Так ее будет видно. И вообще, нахрена тебе виниловая пластинка, а, демон? Да блин, она слишком быстро ходит. Я еще и тупанула в проходе. А-а-а! Чувствую. Этот момент мы будем проходить долго. Мне вообще всегда стремно от кого-то убегать. Я терпеть не могу вот эту хрень. Вот почему я не играю в хорроры? Потому что там вечно от кого-то приходится бегать. В пикселях ты хотя бы видишь все сверху, да? И ты можешь заметить, куда тебе бежать, что тебе делать. А когда ты играешь от третьего лица или от первого, то... Там уже, конечно, сложнее. Почему здесь нет сохранялки? Пожалуйста. Фух. А-а-а! Капец. Пойдем отсюда быстрее. Я, правда, не знаю, где мне взять сохранение. Как отсюда уйти? А, вот тут дорожка есть. Так, главное, что пластинку мы забрали. Не хочу это заново проходить. Давай сохранимся. О, это было напряжно. Давай сходим еще наверх. А потом в школу. О, какой мрачный дом. Старая церковь, в которую мы с Челси ходили. Она такая... Темная. Офигеть. Ну и что? Ты туда не пойдешь? Так или иначе, она сильно отличается от того, какое я ее помню. Так что, мы пойдем? Ворота церкви плотно закрыты. Ясно. Про этих ты ничего не хочешь сказать. Хорошо. Тогда мне действительно остается только в школу сходить. Кстати говоря, я видела граммофон. Граммофон же я точно видела. То ли в школе, то ли где. Надо будет... Посмотреть. Либо в школе, короче, либо в библиотеке. Я подозреваю, что в этой пластинке что-то важное. Надеюсь, девочка нас поймет. И даст нам ведро. Хотя вряд ли она нас поймет. Она как-то выглядит очень мрачно. Тем более... Ей же наверняка надо будет что-то дать взамен. Это тот класс? Нет, по-моему, вот этот. Ага. Сто по сто она скажет. Принеси мне, пожалуйста, мои комиксы любимые. Которые я искала в прошлой серии. Это мое, не трогайте. Привет, мистер. Приятно видеть вас снова. Эй, приятель, как дела? Все то же самое. Просто играю в песочницы, как всегда. У тебя тут очень хорошая песочница. Тебе больше нечем заняться? Вау, взрослые придурки. В смысле? Не возражаешь, если я одолжу твое ведро? Мое ведро? Не, не выйдет, мистер. Это единственное, чем я должен себя развлечь теперь, когда моя бедная собачка пропала. Что случилось с твоей собакой? Он умер некоторое время назад. Сбил автобус. Я так плакал, что у меня покраснели глаза. О, мне так жаль это слышать, приятель. В любом случае, я не отдам это ведро. Идите, найдите свое собственное. Зашибись. То есть, ему... Нужна собака? Я не видела по дороге никаких собак. Это хреново. Вы тут граммофонов никаких не видите? Сейчас будем искать. Но он вряд ли в каком-то из классов. Он, скорее всего, либо в кабинете у медсестры, либо на складе. Либо еще где-нибудь. Ну да, кладовка. Тут тоже граммофона никакого нет. Тут у нас кабинет директора. Здесь может быть граммофон? Да, вон он стоит. Положить пластинку. Это что, современный рок? Что это такое, твою мать? Пойду-ка я отсюда. Мои мамочки. Она еще и рывками двигается, твою налево. Жестко. Что ты здесь все еще делал? Опять ты? В чем твоя проблема? Я здесь, чтобы найти мое пропавшее обручальное кольцо. Ты просто выскакиваешь из ниоткуда и говоришь мне странные и загадочные слова. Что было той штукой? Что случилось с этим городом? Почему все происходит именно так? Что ты здесь делаешь? Извини, я пока не могу тебе все рассказать. Ты собираешься туда пойти? Туда? На твоем месте я бы туда не ходил. Будь осторожен, Даниэль. Куда? Откуда? Откуда ты знаешь мое имя? А самое главное, какое туда? О чем ты вообще? У меня есть ощущение, что мне надо будет сейчас вернуться в школу и сходить к этому граммофону. Возможно, там что-то появилось. Нам просто та баба или кто это не дал посмотреть ничего. Так, продолжаем. Ай! Я отвлеклась и забыла, куда ходила. Серьезно? Ты даже не сказал, что ты не хочешь сюда заходить? Надеюсь, та штука больше за нами не погонится. Я даже не ожидала, что она придет. Еще раз? На этот раз ему лучше не выходить. Нет? Фух. Стоп. Эмм... И это все? Тут больше... Ничего? Он сказал один? Подожди, давай еще раз послушаем. Файв, эйт, ван? Файв, эйт, ван. Пять, восемь, один, да? Если не ошибаюсь. Хорошо. Я так понимаю, это тот самый трехзначный код, который был в замке? Или... Не в замке? Что это было? Я уже забыла. Файв, эйт, ван. Класс. Ясно. Хорошо. Может быть, как раз-таки про этот замок этот чудик нам и говорил. Типа, ты хочешь туда пойти? Ну, что, куда? А может, нет. Может быть, он говорил про какое-то другое место. Кто это вообще такой? Ну, давай. Пять, восемь, один. Отлично. Хорошо. Сэндбокс я не разглядела в прошлой серии, но хотя бы расслышала этот код. Исход 2320. Я так понимаю, это что-то из Библии. Но я не читала Библию, поэтому... Понятно, нам надо выбрать какой-то правильный путь, да? 22, 24. Это должно мне что-то сказать? Ага. Я так понимаю, нам надо несколько раз выбрать правильный ответ. Мы идем сначала сюда. Потом, допустим, наверх. Ну-ка. Нет, неправильно. Ладно. Сначала, значит, я должна пойти направо. Потом я опять должна пойти направо. 32, 34. Ну, допустим, давай еще раз сходим направо. Угу. 2320. А, стоп! Подожди. Подожди, подожди. А, нет. Мне показалось. Мне показалось, что эта статуя смотрит в определенную сторону. Я должна типа идти в противополож... Нет, стоять. Она была повернута вправо. И я шла вправо. Теперь я должна, наверное, пойти налево. Ага. Бытие. Теперь она смотрит сюда. Ты уверен? Ну, наверное, ты же сюда смотришь. Дверь не открывается. Видимо, нет. Какая страшная хрень. Ладно. Хорошо. С этим я еще поняла. Разобралась. То есть, куда она смотрит, ты туда и идешь. Но последнее... Последнее я даже не знаю. Давай тут сохранимся, чтобы далеко не бегать. Могли бы в церкви эти цветочки дать. Чтобы я... Чтобы я не шасталась здесь. По 20 раз. Ой, блин. Еще и замок вводить. 5, 8, 1. Будем думать. Может, надо было идти в противоположную сторону. Что там она писала? Бытие 1610. Давай пойдем сюда. Не уходи. Ну давай, открой же. О боже, я собираюсь умереть здесь. Дверь не открывается. Почему ты меня не послушал? Дверь не открывается. Твою мать. И что? Что я должна была сделать? Ну на, на. Убивай. Что я сделала не так? Ну смотрите. Когда я пошла вниз, она сказала, ты уверен? Когда я пошла вверх, она уже меня спросила. Точнее не спросила, а попросила не уходить. Что вообще? Как я должна поступить-то? Кто-нибудь соображает? В смысле, блин, не уходи. Что мне тогда делать? Мне еще надо, помимо всего прочего, найти мертвую собаку. То есть, ты должен пойти наверняка, либо наверх, либо вниз. Что-то я не очень понимаю. Ты уверен? Хорошо. Давай пойдем сюда. Не уходи. И что? Блин, мне теперь с тобой до конца жизни? Тут. На тебе мой медальон. М? Нет? Не хочешь? Мне больше нечего тебе дать. Капец. Капец. Что мне нужно сделать? Алло. Я не понимаю. Так, ну, собственно, я почти прошла. Если бы я не кинулась ей под ноги, то я бы сделала все правильно. Не уходи. А я возьму и уйду. Так что пока. Дверь не открывается. Сейчас будем долбиться в дверь и ждать, пока она будет нас преследовать. Да-да-да. Ты тут собираешься умирать, но ты не умрешь. Давай-давай. Долбись в дверь. Пускай она едет. Надеюсь, что я хотя бы не лоханусь. Я и так тут жму на пробел со всех сил. Давай же, ну. Давай. Да. Ну. Да твою мать она близко. Я не хочу здесь умирать. Ой, что? Дверь, кажется, там что-то там, но я не успела прочитать, потому что у меня не было на это времени. Челси, где ты? Я просто хочу найти это кольцо и выбраться из этого кошмара. Как оно вообще оказалось в колодце? Я больше никогда в жизни не хочу видеть ни одной статуи ангела. Тебе придется, их тут слишком много. Прикиньте, он сейчас найдет... Это же могилы, да? Он сейчас наверняка найдет могилу своей жены. Точнее, невесты. Здесь лежит Хайди Таббинг. Этот гроб плотно закрыт. Здесь лежит Скотт Блейк. Закрыт. Мы можем пройти? Нет, не можем. Ладно. Тогда будем тыкаться в те, которые доступны. Здесь лежит Майку. Здесь лежит Райан Мапа. Райан Мапа. Какое странное имя. Дин. Кару. Угу. Пройти нельзя. Ладно. Здесь лежит Дольче. А что с маленькой буквой? Здесь лежит Лики. Здесь лежит Виктория Рилей. Майкл Танк. Амбер Харбо. И Раймонд Макула. Здесь у нас что? Офисяне 1.16. Я не переставал благодарить за вас, вспоминая в своих молитвах. Сюда-то можно пройти? Здесь лежит... Не знаю кто. Я не могу разобрать имя. Крышка гроба выглядит свободной. Открыть. Найден ключ от квартиры. Квартира 302. Челси? Что здесь делает ключ от ее квартиры? Может потому что это ее могила? Пойдем-ка отсюда. Пойдем скорее. Просто пойдем. Подожди. Они здесь раньше не были. Сохраняемся тогда. Потому что я не хочу это все заново проходить. Оу! Нет, только не это, пожалуйста. Как она передвигается? Какого хрена, ребят? Да я не могу так быстро ходить! Я теперь что еще должна путь запоминать? Как мне идти? Ну хорошо, хоть сохранилось. На том спасибо. Так, я сейчас очень сосредоточена, поэтому буду мало разговаривать. Фух, пойдем отсюда. Это было жестко. Ну хорошо, хоть со второго раза, а не с 503. Квартира 302, да? Я так и знала, что надо будет в какую-то из квартир еще заходить. Какая жуткая игра. 302. По-моему, вот это. Нет, это 301. Окей. Может быть, сейчас ты найдешь как раз-таки... О! Смотрите-ка, кто здесь обитает. Не могу. Не могу пойти туда без обручального кольца. Нет, пока не смогу встретиться с Челси как следует. Что? Это хреновина так и будет теперь здесь летать? Жестко. Как же нам добыть кольцо? Если мы... Не знаем, где эта долбанная собака. Нам наверняка нужно будет ее найти. У нас, в принципе, еще есть запертый домик в центре парка. Но я не знаю. Не знаю, как туда идти. Там закрыто. Лопаты нет какой-нибудь случайно? Может, мы где-нибудь... Не должен наступать на цепь. Может, мы где-нибудь откопаем труп этой собаки? Или что? Что нам вообще нужно сделать? Может, церковь открылась? Нет? Нет, не открылась. Наверное, мы придем сюда позже. Вот это вот что за постройка? Наверняка же в нее можно как-то войти, нет? Закрыто. Закрыто. Что? Здесь должно быть что-то мертвое. Ну? Может, собака? Нет? Ты не хочешь посмотреть. У нас даже из предметов тоже ничего нет. Вот эти свободные места в инвентаре, они наверняка неспроста. Я еще не нашла где-то вторую страницу. Где эта вторая страница? Фиг ее знает. Возможно, тут еще и несколько концовок. Типа, не нашел все страницы, все, пока. Ты плохой муж, жених. Может, где-то здесь? Не зря же, наверное, они тут стоят, нет? Что у нас наверху? Кольцо где-то здесь. Ну, блин. Я знаю, где кольцо. И ты знаешь, где кольцо. Но нам надо для начала найти... Собаку или что? Давай еще раз переговорим с тем пацаном. Я просто не знаю. Я просто не совсем поняла, что ему нужно. Я так скучаю по своей собачке. Он самый послушный щенок на свете. Отвечает только на мое имя, которое дал ему мой папа. И больше ничего. Я скучаю по нему. Какое имя ты дал своей собаке? Я назвал его в честь моего любимого персонажа из моего любимого комикса Война Валькирий. Это самый лучший комикс. Что? Я не понимаю. Он хочет, чтобы я принесла ему что-то. Мое не трогайте. В библиотеке. В библиотеке мы, в принципе, находили то, что нам нужно. Если бы мы там ничего не нашли, то это была бы мысль пойти туда, взять там что-то. А так я просто не понимаю. Хрень какая-то. Блин, да я бы никогда не догадалась пойти на остановку, чтобы найти там эту долбаную собаку. Никогда. Потому что я знаю, что это не действующая зона игры. И у меня бы не было мысли туда пойти. Как вообще? Как вообще игрок должен понять это? Разработчики тоже такие странные. Типа, шастай где хочешь. Лишь бы затянуть геймплей. Хотите затянуть геймплей? Придумайте что-нибудь интересное. Гав-гав. Эй, мальчик, хороший песик, хороший песик. Как вы будете обращаться к собаке? Я не знаю. Надо пойти в библиотеку, наверное. А можно как-то отсюда выйти? Типа, нет? Капец. Я не знаю, как его назвать, поэтому там ля-ля-ля. Пусть будет эсэсэ. По-моему, он сейчас меня грохнет, нет? Пойдем тогда сходим в библиотеку. Я другого выхода не вижу. Еще надо как-то к собаке обращаться. Ё-моё. Хоть бы сказал, девочка, мальчик у него. Собака-то. То, что тут ходят призраки, его совершенно не смущает. Давно бы уже понял, что... Этот город мертв, тут никого нет. И что ты тут собрался искать, тоже непонятно. Нет, это не то. Я все время забываю, где эта война валькирии стоит. Как братья, ну ближе. Вот она. Давай. Тут нет никаких имен. Рассет? Нет? Рассет. Рассет. Не зря же тут ее имя упомянуто. Рассет. Надеюсь, я правильно понимаю, как пишется это имя. Сейчас попробуем. Я надеюсь, что это не конец игры, нет? А то у меня каждая серия по 40 минут, и будет очень печально, если третья серия выйдет минут на 10. Собака, иди сюда. Да тихо ты. Так, мальчик, ну почему... Почему там тогда... Женское имя? Рассет, да? Рассет. Наверное. Нет? А как? Может быть, оно как-то пишется по-другому? Тут же все-таки английский язык, не русский. Все. Я поняла, как пишется это имя. Собака, ты где? Что-то собака уже сбежала, пока я тут варианты искала. Собака. Надеюсь, что когда я вернусь на эту локацию, она появится. А то что-то она куда-то убежала, и все, с концами. Там надо было просто написать на конце И. Получается, Рассетте. А я тупанула. А я тупанула. Ну, что поделаешь? Я не знаю английского. Английский химон тоже. Собака, иди сюда. Дай... Подумаешь, на одну буковку ошиблась? Уже все не засчитали. Могли бы на безграмотных рассчитывать, что тут будут такие люди, которые не знают английского. Ну, а что? Некоторые русские же не знают русского. Все ок. Вот так оно пишется. Рассет, сидеть. Гав. Хороший мальчик. Ты хочешь пойти со мной? У меня есть кое-кто, кто очень сильно хочет тебя видеть. Гав-гав. Пойдем. Жаль, конечно, что... Ты не можешь быстро идти. Вот это вообще прям пипец. Особенно, когда убегать от кого-то приходится. Ай, давай сохранимся. То есть, ему как бы реально пофигу, что тут призраки шастают. Или он не хочет этого понимать. Типа, он прекрасно понимает, что все это странно, что все тут как-то не так. Но, тем не менее, он отмахивается от той мысли, что все давно мертво. Рассет? Рассет, это действительно ты. Я так рад, что ты в порядке. Подойди сюда, приятель. О, Рассет, я так скучал по тебе, дружище. Обещай мне, что больше никогда не уйдешь, хорошо? Все нормально. Ты сейчас здесь, и это все, что имеет значение. Пошли, Рассет. Пойдем повидаемся с мамой, папой и старшей сестрой. Вот и все, теперь я могу взять ведро. Эх, заплакал аж. Взято ведро, которое оставил ребенок. Давайте тогда мы с вами на этом закончим, продолжим в следующей серии. А пока что всем спасибо за внимание. С вами была Анестезия. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok